Друзья, рад приветствовать вас на своем YouTube-канале Love Parfum. С вами Алексей, вы смотрите парфюмерный блог. Прямо сейчас мы с вами отправимся в парфюмерный магазин Ylde Botte и посмотрим, какие новые марки там появились и какие новые ароматы там появились. Конечно же, посмотрим, что ушло, что осталось, какие там сейчас цены. До этого я уже снимал кратенько видео в Telegram-канал, поэтому кто не подписан на Telegram, обязательно подписывайтесь, для того, чтобы быть в курсе всех новых видео на YouTube, всех стримов, всех розыгрышей и, конечно же, новинок из мира парфюмерии. Ну, многие подписчиками попросили снять еще полноценное большое видео и для YouTube-канала, поэтому, собственно, пришел, решил прийти в Ylde Botte и снять вам такое видео. Конечно, у нас не все ароматы, не все бренды представлены, потому что всем, кто смотрит Кемерово, привет, я из Кемерово, и у нас очень маленький, суженный такой ассортимент, маленькая матрица, да, в товаре. Если вы из своего города, то Москва, там Питер или какие-то еще крупные города, Казань, я думаю, что у вас выбор побольше и, конечно же, поинтереснее. Позже сниму такое же видео и из Литуаль, и, возможно, еще из Ревгоша. Ну, а вы, в очередь, напишите, когда вы последний раз покупали ароматы в Ylde Botte и почему, либо вообще-то мне покупаете, тоже почему. То есть цена, ассортимент, что вас не устраивает, буду ждать в комментариях. Ну, поехали. Ylde Botte. Я как-то слышал такое, что когда люди заходили в этот магазин, говорили, а где здесь ботинки? Почему-то думают, что Ylde Botte, это какие-то боты. Короче, что, ну, начнем с Диора, с нашего с вами, любимой марки, Кристиан Диор. А что нового? Ни-че-го. Задоры по-прежнему как были, так и стоят. Ничего интересного нет. Ну, что касательно цен, 16 тысяч за соточку, за парфюмерную воду скидки, получается, на Диор нет. Что у нас по ассортименту, ну, в принципе, да, все то же самое, как я и говорил, повторюсь еще раз. Так, мужское дело, Саваж, Саважики, эликсир, сколько сейчас стоит? 24 косаря, да, 4 690 скидок, тоже нет, но это за большой объем, имеете в виду, за соточку, да? Да. Есть также поменьше, 60 милитров. Ну, Саваж, как всегда, большой выбор Саважа, большой выбор, в принципе, Диора. Диор никуда не покинул Россию, не ушел, остался с нами, поэтому, ребята, радуйтесь. В отличие от Шанели, теперь можно вместо Шанели покупать Диор. Блотер вот классные такие, прикольные. Ну, вся линейка Саважа, так как была, так и осталось. Пожалуйста, Диором Спорт, Диором просто 2020, колонь, интенс, все, как всегда. Фаренгейт, кто искал, вот, пожалуйста, вам Вальдеботе навалом в духах, мой любимый. Обычный, вон, даже дизеранты есть. Хайнерджи немножко нынче испортились, не такие стали, как были ранее. Что, кстати, интенс, стоит посмотреть. 10-13. Герлен. Герлен, что-то беда. Полки почти пустые. Один Монгерлен. Нового ничего. Мужская линейка, она немножко, вот, как бы, у нее прошел ребрейдинг, и немножко поменяли они свои такие шильдики, так сказать, да. Что были вот такие раньше, старый флакон. Флакон. Сейчас вот такие вот все, вы видите, с серыми вставками. Лема Диаль. Лема Диаль. Экстрем. Ну, мне нравятся такие флаконы, и, в принципе, что они шильдики поменяли, тоже неплохо. Ну, правда, они уже перебываются, я не знаю, какой раз. Пятый, наверное, может, четвертый. Так, что касательно Живанши. Вот здесь вот новинка была. Живанши Руж. Это прям новый арман был. Ну, он, по-моему, у нас только 23-го года. Появился в 24-м. Ценник, конечно, за 80 млитров. Ну, достаточно такой высокий. Кстати, что касательно Герлена, то я тоже не вижу скидки. Как будто бы нету сейчас скидок на эти ароматы, и то же самое у Живанши. До этого был Линтердит, Линтердит Руж обычный, а сейчас у нас Eau de Parfum Intense. Красивная версия. Ну, если честно, как-то прям сильной разницы какой-то я вот не наблюдаю. Прямо какого-то значительного изменения. Это опять такой большой маркетинговый ход очередной фланта. Напишите в комментариях, кто вдруг слышит какую-то разницу. Ну, здесь обычные классические Линтердиты. Туалетная. Пожалуйста, парфюмерная вам. Верри Эзистебель. Точнее, Эзистебель просто. Чем-то все верит. Хочется классику. Я уже нету здесь. Тоже, по-моему, вот эта новинка прошлого года. Но тоже в одном ключе. Такие жизнерадостные, в принципе, сладенькие, с грушей ароматы. Ну, а любимый, конечно же, Ангел Демон по-прежнему Ля Секрет. Цена за него 17-й сейчас за соточку. Между прочим. Такие вот цены в магазине Лид Баты. А что у нас здесь? Мужской Жваншин. Новый, значит, с сайта пока не появился. Старый есть. Ну, в принципе, этот аромат, я говорил, что неплохой. Не то, чтобы прям вау-супер, что-то там пуперское, суперское, но звучание у него интересное. И мне он, как бы, более-менее из всех последних фланкеров зашел. Новую версию интенсивной пока я здесь не вижу. Ну, вот ваш любимый Жванши Blue Label и PUROM. Цена у нас 12 за сотку, 8-700 за полтинник. Ну, тут, не знаю даже, что и сказать. Вроде как бы даже по сравнению с Диором, да, кажется, что как бы более доступна еще цена даже за полтинник, 8. Кстати, новый подороже, смотри, да, 15, нафига себе, за сотку. Что-то там, наверное, супер-пупер ингредиенты. Или за этот шильдик. Так, Abba, Reserve, Privet тоже 400 косарей. Здесь уход. Здесь у нас марка Эрбериан, это по большей части женская косметика. Здесь скидка, получается, есть, так как скидка без карты и скидка по карте. Вот этот BB-крем, самый культовый, культовое средство, которое по себе не продается. Тальга марка, Тальга. Такая более бюджетная марка, я бы сказал, по уходу за лицом и телом. Всякие, вон, сейчас на лето водички, спреи. О, великий Estee Lauder. Крутой бренд тоже. Вот это я не видел у них. Это какая-то новинка, что у них. Что-то новенькое. Аромат из Estee Lauder. О, ароматы по скидке. Данация на месяц и кое-нибудь. Ну, тут что-то совсем печаль печальная. Сездерма, тоже бренд новый. Такого не помню, альдебатэ. Клиника, это бренд старый, уже он давно достаточно. Монка, это клиник, аромат. Сколько стоит здесь? За сотку 8 тысяч. Такая цена, ребят. Я где-то его видел за три в интернет-магазинах. Так, Шоссейда. Марка тоже культовая, прикольная. Ну, Шоссейда. Ничего нового я не вижу, Zen. О, нифига, а почему Zen такая деревянная крышка стала? Прикол. Zen, кстати, очень классный аромат, женский. Обзор у меня на канале есть, посмотрите, кто не видел. Но почему-то я не помню эту деревянную крышку. Она всегда была там? Напишите в комментах, мне кажется, она была пластиковая. Или я ошибаюсь? Кстати, это клон Coco Mademoiselle в Шональку основной. Одобряю. Мужских Zen-ов нету. Кинзо. Ну, здесь Кинзо уход у нас. Здесь какой-то еще биотермо. Кстати, мужской биотермоход. Кто спрашивает, сдан за 4000 никому не надо. Кстати, скидки тоже, что ли, нету? Да. Кинзо парфюмерия. Так, что у нас тут мужские и женские? Как всегда, все есть, все в наличии. Вот мой любимый для Паркинзо. Здесь цена, так сказать, примерно как уже ванши, даже может быть чуть ниже. Кинзо, это такой более бюджетный еще бренд. Можно, если так назвать, в магазине или на боте. Ну, тридцатку можно. Вот так вот что-нибудь, кто-нибудь придет, до 5000 поискать, да, аромат какой-нибудь захочет мужской купить или женский. Вот Кинзо самое то. Но за сотку сколько, 9? Да, это со скидкой. Без скидки вообще тут 11. Короче, жесть. Ценники. Ну, ничего. Привыкаем. Это прошлогодние лимитки. В этом году уже две новых вышло. Пока я их здесь не вижу. Маки. Маки. Вот этот новый Мак. Флаур. Тоже, по-моему, 23-го года. Ну, и как-то они такие простенькие, понятные. Мне не особо они прям заходят. Ну, так разнообразить женскую коллекцию люксовую можно попробовать для любителей Кинзо. О, какой набор Кинзо. Тебя, прикольно. Что там, бамбук входит в него? А, вода. Гель для душ. О, прикольно. Ну, Аквамарин. Новый аромат был бамбук. В этом году пятый вышел. Пока его здесь тоже нету. Новинок, как видите, особо-то и нету. Я еще ни одну новинку не увидел. Кроме Живаншин, но там, правда, и то того года, если не ошибаюсь. Вот такая вот линеечка. Это я уже снимал видео в новинке в том году. Поэтому можете посмотреть на канале, найти. Ну, и женские снова. Ланком остался каким-то странным образом. И поставляется. У них еще какой-то экспортер, сейчас другой стал. Если тут видно, прочитаете. Вот, я с собой вижу. Они, короче, стали поставлять свои ароматы. Вот, поставляют пока что. Валентина ничего нового нету. Ну, вот, что есть, то есть, да. Но тоже ценник у Валентины, конечно, жесткий. 17 косарей. Ну, мужские вот Валентина. Борн и Рома. И Эвсен Лоран. Вот, кстати, классный сам аромат фреш на лето. Кто хотел, он еще есть в наличии. И цена, кстати, за сотку. Ну, я бы сказал. Ну, в нынешних реалях, наверное, более-менее можно еще купить. Свежа, классный. Карлов. Карлов, друзья, тоже новый бренд в Альдебатте. Раннего здесь не было. Куча различных ароматов. Если честно, как-то мне Карлов... Ну, вот я сколько потестировал, посмотрел, мне не понравилось ничего вообще здесь. Поэтому как-то вообще мимо. Вот такой вот еще новый бренд, ребят, появился. Для Майзон Де Ванила. Называется. Очень много ароматов. Такие они моноароматы. Ну, как-то тоже, знаете, я не знаю, кто знаком. У кого-нибудь есть любимчик? Напишите, если есть, может быть, какой-то отдельный обзор на него сниму. Но пока как-то вот я так перестировал, посмотрел. Мне особо ничего не зашло. А Дженни Глоу тоже новый бренд в магазине Альдебатте. Этот бренд копирует все уже существующие ароматы. То есть всякие там Лови Бейли, Келлин, Кляйны, Саважи и прочее, прочее, прочее. Тут можно найти клоны. Вот они по доступным ценам. 2 900, да, за 30-ку. То есть такие вот. Вот это, по-моему, и в Сен-Лоран Black Opium, насколько я помню. Ну, а тут больше я не помню. Просто их надо все заново переслушивать. Ну, тоже такие просто моноароматы и клоны по доступной цене даже в наборах есть. Ароматы Корс тоже. Мне, кстати, вообще не понравился, не зашел. Не знаю, зачем это для кого. Но цены у них такие вот простенькие. Но опять-таки из-за того, что, наверное, я уже не первый год в парфюмерии. Для меня это кажется почему-то как-то скучно. Ну, если для новичков, мне кажется, это будет интересно. Он Бандерас, но Бандераса здесь не стоит. А здесь стоит какой-то у нас новый бренд. Эммануэль Джейн. Эммануэль Джейн тоже, ребят, как-то вот какой-то проходняк. Даже зацепиться не за что, честно. Такие вот какие-то здоровые флаконы. Ну, напишите тоже в комментах. Вот кто вообще знает. Допустим, я веду свой YouTube-канал, ни один человек не спросил про этот бренд вообще никогда, нигде. Ни на стримах, ни в комментариях. То есть, что это за бренд вообще, чей он, откуда он, я не знаю. Я пару ароматов как-то послушал, полностью не изучал. Ну, ничего такого интересного сказать не могу. Ну, цена за сотку, да, как бы вот. А, это не сотка, это 90. А, Бандераса, кстати, вот. Бандераса тоже никуда не ушли. Бандераса есть, продаются полно. Берите любые. Кстати, самый бюджетный бренд на данный момент. Он 2000 за 50 миллилитров со скидкой по карте. Без карты 2400. Ну, и сотка, соответственно, тоже копейки стоит. Женские, пожалуйста. Ароматы классные, но новых ароматов нет. Нина Ричи. Нина Ричи, вот. Новый аромат был, ну, в стиле Нина Ричи, женский, сладенький такой вот. Если кто-то любит линейку Нина Ричи, может обновить, да, и купить себе новый аромат Блоссом. Маскино. У Маскино. Маскино, кстати, появился в Эльдебатте, в Кемерово, потому что раньше Маскино в Кемерово он был, потом ушел, и потом опять сейчас вернулся. Видимо, из-за того, что многие бренды ушли, решили опять-таки Маскино поставить. Ну, вот ваш любимый медведь. В принципе, за полтишок, 5,6 за тридцатку. Четыре тоже до пяти, да, до пяти тысяч. Маскино не такой дорогой, кстати, бренд для Эльдебатте. Спокойно можно прикупить. Вот это мне нравится, жвачка пахнет, женский аромат прикольный. Баблгам вообще обожаю. Новый, как-то меня не зацепил каким-то. Пахнет очистителем, короче, для стекол. У него еще все-таки, видите, отличаются, короче, все эти, все объемы. Цветовая дама отличается. Ну, здесь Фанни, мой любимый женский аромат, обзор на канале есть, на Лап Лап нету. Вот это тут, кстати, я не помню, что за аромат. Солио, надо его тестировать. Карли Нерера, друзья, ну, Карли Нерера, туфли женские. Все есть, новинок не вижу. Мужские, Батбой тоже все есть. Новинок не вижу. Ну, что по цене, Батбой, допустим, экстрем за сотку 11 тысяч. В принципе, эта цена нормальная, я считаю. Ну, и полтинники у них по 8 тысяч. Но это опять с учетом скидки, да, по карте. Потому что без скидки это 13. Ну, а у всех карты есть Эльдебаты, я думаю. Вот все, очень классный аромат, один из их любимых. Кстати, где-то Шик пропал, куда-то Шико не вижу. Шик должен был быть. Так, что у нас VIP тоже классный. Классика классическая, прикольная. Свежак. Пакарабан, друзья. Пакарабан у нас в Фантом только один представлен. Хотя их сейчас уже, по-моему, 3-4. Ван Миллен их очень много. Смотри, всяких разных. Ну, допустим, последнего, вот, Голды Нут нету тоже. Только Роял. Ну, 11 тысяч за сотку, в принципе. Тоже цена. Неплохая, потому что в некоторых интернет-магазинах почему-то вот Пакарабан с отки стоят дороже. Поэтому проще купить, допустим, вот эти товары реально в магазинах парфюмерии. Женские тоже парные ароматы все. Женские люди миллионы. Олимпии, ну, тоже Олимпии новых нету. Инвиктусы. Новых инвиктусов нету. Эликсир последний, да, у нас был. Викторе. Единственное за соточку. Тут у нас что-то для бороды, для усов. Набор. Ну, прикольно пиво, как будто бы усики. Шампунь на волос. Версачи. Версачи что-то как будто бы уходит. Всего один на один остался. Бедняжка, тридцатка за 4 900. Я вот 200 купил за 8 тысяч на рандом, друзья. Просто 200 миллилитров флакон целый. Представьте, а здесь 30. Да, печаль печальная. Женский Дилан Блю. Мужской пользы, с спросом женский не особо. Наборы Дольче Габбана пошли. О, бренд Дольче Габбана, ребят. Дольче Габбана, кстати, вот мужский аромат. Классный на лето сейчас рекомендую. Свежакие, прикольные. Дольче Габбан, Лайт Блю. Ну и женские версии тоже, Лайт Блю. Очень культовый, классный. Но Лайт Блю, конечно, дороговато. Он 10 за сотку. Мне кажется, даже было слушать дороже. А, вот 13 за интенсивную версию. Сейчас вроде-таки даже цена здесь. Средненький на Дольче Габбана. Вот новая, кстати, королева. Более насыщенная версия, нежели классическая. Новый, кстати, король. Обзор уже есть на канале. Тоже никак не отличается от классики. Вообще один в один то же самое. Ну, короче, как парфюмерная вода. Это новинка прошлого года женская, неплохая. Ну, вот они из Ивана. Из Ивана тоже культовый аромат. Один из самых топов популярных. За, что мы видим, за сотку. Девять тысяч, кстати, цена хорошая. За сотку. Бельдоботе. Неплохо. Что у нас еще здесь императрица, ваша любимая. Званая женская линейка. Вот это, кстати, новый аромат. В этом году вышел. Вот, ну, он чем-то и на двоушен похож. Чем-то на все вот эти похож. Ну, нового звучания в нем нету. Ну, а цветопередача такая прям прикольная. Мне нравится. Красивенько сделала. Классно. Том Форд, друзья. Давайте посмотрим, что с ценами на Том Форд. Значит, духи у нас черная орхидея стоит 21 тысячу. Это еще со скидкой и без скидки это 26. Обычная черная орхидея 16, тридцатка 9500. В принципе, Том Форд, мне кажется, везде дорого. Даже что в магазинах, что в парфюмерах базе, цена у него примерно одинакова. Так, черная орхидея есть в туалетной воде, она чуть-чуть подешевле. В черной орхидеи также есть вельвет орхидея, такая более мягкая версия. А вот, кстати, в том году вышел новый аромат Том Форд. Кафе Роуз, что-то я его не оценил. Что-то мне не понравился. Ну, это вот такая большая женская история. Я ни кофе, ни розу не слышу. А вот в том году выходила новинка, допустим, Грей, духах, Грей Витевер. Это прям мне понравилось. Классный аромат, обзор, ищите на канале. А вот, кстати, новинка, тоже можно сказать, 24-го, 23-го, в конце 23-го вышел, Уд Минераль. Вот он мне понравился. Неплохое звучание, интересный аромат по стойкости около 6-7 часов. Прямо минеральность очень красивая. Но там проблема в том, что вот изначально, в начальных стадиях он как-то очень так странно звучит, какими-то цветами или чем-то таким прогорклым, опугивающим. А потом раскрывается просто красивыми минералами, минеральностью, сыростью. Как вот, допустим, было звучание, мне такое напомнило, ароматный аквадежил в парфюмерной воде. Версия, она именно минеральная. Вот эта версия такая же минеральная. Это у нас с вами Амбр Лезер в духах. Ну, кстати, мне вот больше нравится почему-то обычная версия, нежели духи. Духи как-то стали менее стойкими. Духи 21 тысяча. Ну и Xtreme. Xtreme тоже, кстати, очень классный аромат. Один из любимых его в марке. Такой вот полакончик. Как будто бы это вообще 200. Потому что это прям что-то здорово или 150. Тестер. Да, какой-то большой тестер такой. Ну, есть они также в духах, да. В духах обычно у меня как-то между ними сильно разницы не вижу. Ну и Бадежур олдскульный, 18-х церковь. Ну и Бадебатай появился Монталь. Где-то, по-моему, в каких-то городах он был ранее. В Кемера у нас появился недавно. Ну, это классно. Потому что Монталь много ароматов, много любителей Монтали. Много что можно прикупить, много что можно послушать. Цены, как вы видите, 50 миллилитров 9 и 100, 14. В основном практически на все Монтали цены одинаковые, грубо говоря. Где-то какие-то есть по 15, правда. Где, кстати, мой шоколад гриди любимый? Вот он, который у меня есть. Офигенный аромат. Печенюшка, шоколадок. Ну, выбор большой. Это классно. Монталь, пожалуйста, приходите, выбирайте. Джульетт с пистолетом. Что у нас по ценникам? 11 тысяч за сотку. Эго. Мне нравится вот груша. Груша самая крутая. Ну и всякие вот ароматы без ароматов. Вот это, кстати, крутой. Аромат без аромата. И аромат без аромата. Супердоз где-то еще был. Не вижу. Супердоз мне больше нравится. А, вот он. Мне даже не рисую себе. Так, следующий у нас бренд Байреда. Классно пахнет Супердоз. Кайфовый. Ну, Байреда здесь, конечно, покупать, я бы сказал, дороговато. Ну, здесь все хиты. Презерк пустыни, бланш, пожалуйста. О, вот это какой-то новый, что ли? Ля Селекцион. Бойзе. Не знаю такого. Или Селекцион флораль. Вот это, кстати, ребят, я не знаю, что это такое. Набор. А, там набор, видите, с разных ароматов. Удобно, кстати. Школьное сделано, что можно купить. Попробовать теперь несколько сразу. Смешанные эмоции, ну, цены, вот, как вы видите, за сотку, 22, ну, по акции он из-за 18. Элосантес. Да, цена месяца, вон, видите, на... Линфлор, Аккорд Ут. Ну, может быть, такой ценой еще... А, вот 926, классный, кстати, ценник тоже. И аромат классный. Ну, и ваш любимый Монсера. Огромнейший просто тоже выбор по Монсере. Ну, а по ценнику тоже есть цены месяца. За 9, так в целом получается 13 за 60 миллилитров. Ну, вообще, это цена 120, я бы сказал. Так должно стоить 120. Тоже все есть, всего навалом. Вот Instant Crush, один из моих любимых ароматов. Хинди Гуш. Куча-куча всего интересного у Монсера есть. Популярных ароматур и табака. Так, здесь у нас Вильгель Парфюмери. О, Нью-Йорк написали. Надо было Раша написать. У них тоже какой-то появился вот такая вот какая-то штука. Харли Квин. Набор. Здесь каких-то, наверное, тоже ароматов. Что у нас по ценнику? Здесь, ребят, тоже у нас, смотрите, полтинники за 16 тысяч, грубо говоря, все. По 16 идут. Вон Чес, самый популярный аромат. Дорогая Поле. Ну, в общем, все такие тоже хиты. Пайты Берлина, вот, кстати, мой любимый самый аромат из всех. Все, оторвали здесь, отломали. Что еще тут интересного у них? А, ну вот такие маленькие, еще есть малышки, по 9300. Кто вдруг не хочет, полотенник брать, может 20 миллиметров взять. Ну, это считай, издевательство, за 20 миллиметров 9000 давать. Ну, правда. 1003 это максимум стоит. О, вижу, что армия покинул Эльдебатте. Два аромата на распродаже. Сады остались. Сады-лагуны. У лагуны мне, а он откомат от не очень милоса. Вот. Просрочка уже. Ну, подходит к сроку годности. Булгари, ребят, камни есть. В наличии, пожалуйста, Акумарин. Просто Аквамэн. В Англии Шелл, кстати, классный аромат на лето. Можно взять его. Школьный такой свежак. Достаточно стойкий. Ну, и Эльдебатте появился, наконец-то, на Ранциссе Родригес. Он раньше тоже был когда-то в каких-то городах. Частично. Потом он опять пропал. И сейчас вновь появился. Мужского не вижу. До этого сходил бы мужской. И одни женские остались. Нарцис Родригес мне нравится. Вот это вот, по-моему, прошлого года аромат. Фокео очень классный. Прямо и стойкость. И, в Гороче, у нас Родригес все ароматы практически классные. Особенно женские. Леканте. Это нишевая марочка. С таким очень тонким, легким, нежным звучанием. Тоже прикольные ароматы. Рекомендую познакомиться с маркой. Неплохо, в общем, делают. Босс и Хлои Лакост, видимо, на подсосе. Потому что они, насколько я помню, должны покинуть Россию. И поэтому остатки вот такие вот продаются. Матчпоинт, кстати, Лакост неплохой. Лакост немножко тоже подешевел. Он раньше, я помню, был то ли 15, то ли 17 тысяч за сотку. Вообще жесть. О, 100 бон. Не знаю, что это такое. Первый раз вижу. Витивер и Ирис. Кто такой Стабон? Кто знает. Так, ну тут, нанести мне, конечно, не совсем удобно будет. Сейчас попробуем. Так. Давайте Витивер и Ирис послушаем. Ой, вот там нету. А, нет, вот есть, но он почему-то нажимается. Тогда мы послушаем какой-нибудь другой. Секрет Гарден. Это на женский. Ну, сладенько, как Лавибель. Ну, короче, с брендом незнаком. Надо будет зайти, познакомиться, послушать эти ароматы. И раз вижу. Армани, не знаю, каким образом они вновь появились. Они должны были уйти, но вот немножечко товара есть. Я так вижу, особенно, скорее всего, приходит Армани. Потому что такой диджи, потому что она в ритвале есть 12 тысячи за сотку. И это, скорее всего, даже новая поставка. Просто тут надо посмотреть, кто их сейчас импортер. Ну, Армани, кстати, хоть и поставляет, но почему-то вот, почему-то у них только получается поставлять, как будто бак в диджио. Где Ю, где коды все. Ничего ведь нет. Пустенько. Ну, здесь у нас уход, гуам для тела. Больше женская такая тематика. Всякие там антисулитные программы, всякие там обертывания там. Тут такие есть кремы, которые прям жестко, холодок такой дают конкретный. И типа девушка худеет. Все-таки уходка сжигается с жирок целлюлит и все такое. Филорга тоже, кстати, такой аптечный достаточно бренд, дорогой, уходный. Ну, кстати, прикольная пенка, очищающая доктор Джард. Моя любимая такая была. Ой, это какая-то новая. Такой не видел. Граун. А кто? Аценист, не знаю, такого бренда. Что-то новенькое. Что у нас еще здесь было? Здесь у нас Натура Сибирика. О, кстати, Натура Сибирика. Вот этот уход, который стоит вообще копейки. И может каждая или каждый себе позволит патч. Вон по 400 рублей. То есть всякие кремы для рук, для ног, шампуни. Там просто вообще облепиховый классно пахнет. То есть цена вообще приятно удивляет. Здесь у нас что? Ну, здесь тоже какие-то уходовые для волос. Не знаю такого бренда. Натура Сибирика. Мужские. Вот прикольные. Для оленей типа там, для медведей, для тигров. Ну, это шутки. Тут у нас тут у нас стайл. Оли, олен, олен, олен. Не знаю таких брендов. Первый вижу. Что-то тоже новое. Для Вальдеботе. Все для волос. Да, там какие базы мыши. Сикинг маски, приколюхи. Здесь тоже волосы. Рич. И прочие-прочие бренды. Корос. Тоже новый бренд, стати Вальдеботе. 417, минус 417, тоже новый бренд. Где-то на глубине там добываются какие-то компоненты для этих кремов, якобы. Кадали. Разгладь мои морщины. Или удалимые морщины удали, да, Кадали. Ну, тоже уходовая. Вот, оксидант, прикольный уходовый бренд. Мужские шампунчики классные у них. Такие вот гель-дюшки прикольные визеранты классные. Ну, были у меня как-то пару штучек. Тут тоже у нас какой-то новенький бренд. Не знаю такого. Элемис тоже новый бренд. Вальдеботе. Мужской вот Элемис уходы. Кстати, вот тот крем, которым я пользуюсь. Мужской. Сеслен. Как-то показывал на стриме. Собственно, бренд Сеслей. Ничего новенького не вижу. Сколько сейчас у нас стоит, интересно, изи. Окулярный, кстати, аромат. 21 тысячу за сотку. Ну, в целом, наверное, так сейчас и стоит он. 13. Изи Найт. Сварделю на один из моих любимых ароматов. Оу-де-суар. Тоже вообще классный. Вот это у меня есть, кстати. Помидорами пахнет. Прикольный аромат. Обожаю его зеленый. Суперски. Вот гель для душа. Вообще-то крутой. Но стоит круто очень. За 1000 я бы выкупил бы. Так давно не мылся. Наверное, лет 7 или 5. лет 7-5 назад был гель для души. Такому не дарили. Вообще кайфовый. Просто вот. Настолько классно снимается. Клоранс. Ну, это уход. Он женский, мужской. Целая линейка мужского ухода. Ребят, кому надо что-нибудь из Клоранса. Можете тоже прикупить неплохие пены. Любите, а гель для душа. И вот у нас Ницанский купец. Стерлинг парфюм. В общем. Напротив Диора. Где раньше стоял у нас, собственно, Шанель. Теперь Шанель заменяет Арабы. Ну, не все так плохо. Есть еще и купец. И бренд Который у нас Бурдин или Бардин. Очень классные ароматы. Прям очень прикольные некоторые. Рекомендую с этим брендом Познакомиться. Мне вот этот аромат очень сильно нравится. Один из любимых Тонких, нежных, свежих. Вот этот прикольный аромат. И еще у нас был Перриш. Тоже классно. Появился новый бренд, которого до этого никогда нигде не слышал. Вроде как действительно у них всего 4 аромата или 5. Ценник 15 и 18. Мне, ребят, вот честно, бренд Очень понравился. Ароматы классные. Я заходил уже, тестировал. Ванила Экзотик. Вообще офигенный аромат. Прям рекомендации однозначно. Всем, кто еще такие ванильные ароматы. Он даже такой немножко более, я бы сказал, мужской. Такой мужскую сторону. Особенно мужчины, что если ванильные ароматы, то можно посмотреть вот этот вот новый бренд. от Жан Кутюр. Вот такие вот ароматики. Ну, все посмотрел, все классные, все интересные. Вот это вот неплохо сделано на самом деле. Ну, не знаю, стоит ли они, конечно, своих денег. Я не гублю, стоит ли они дешевле. Но пока что неплохо. Купец, купец. Надо как-нибудь до купца прийти и отдельно видео снять, потому что у купца очень много классных ароматов. И чайная линейка, и есть тут, который на Бакаруш похож. И куча-куча всяких разных клонов. И на Том Форд, которые похожи. Ароматы, кстати, неплохие. Но ценник у них тоже. Но это духи. За духи вы платите. Полтинничек. Это все духи. Ну, тут, кстати, не пахнет на 50. Здесь больше, наверное, за этот хвост и даете. Вот этот новый аромат пока не до конца понял. Ну, либо не новый он. Ну, просто я его здесь не видел никогда. Такой полосатик. Я его унесу. Посмотрим. Еще раз. Вообще пишут, что это новинка. Наверное, может быть, этого года, либо того. Ну, мыльно-пудровый. Немножко какой-то ментовый. Ну, вообще, у них ароматы, конечно, интересные. Интересная ниша. Где-то что-то есть свое. Где-то что-то копируют. Это такая больше мужская линейка. У кого они, кстати, классные. Этот на крит опять похож. Далее у нас вот такой вот бренд. Как же он правильно называется? Даже не знаю. Эви. Флавия. О, точно. Стерлинг Парфон Флавия. Вот Флавия – это копии, клоны всяких уже существующих тоже ароматов. Вот как на рандеву появилась, допустим, бренд Анжелин, да? И я говорил, что вот, кстати, вот этот Витивер – это клон Бакараруш 540. Вот по такой цене. Но после Манжелина он стоит дешевле. Но если мне кажется, Анжелин в магазинах, он будет примерно так же стоить, может быть, даже чуть дороже. Здесь есть и на Бакараруш клон, и на Ван Миллен, короче, на Кирке, на все, на все, на все. Кстати, вот этот я не тестировал. Это тоже новый аромат какой-то появился. Я просто не думал, что поеду в эту сторону, буду вам снимать видео, а потом решил, почему бы и нет. Кого там, что вообще новенького появилось. Тоже на что-то, на что-то клон, но пока не могу понять на что. Как-то так. Вот здесь вот у нас, кстати, на Кирке похож очень, Орос Юмо. Смотрите, какая большая бадья. Тоже новый бренд. Страза Сваровский. Но флакон, конечно, жесть. Я не знаю, как-то таким еще можно пользоваться, носить его с собой. 24 куска, ребят. Просто, прикиньте, подарить такой кому-нибудь на днюху. Я бы в этой коробке бы назад бы кинул. Вот эти ароматы я вообще не понял, они мне совершенно не нравятся. Стерн Парфам. Такие вот интересные у них коробки. Тоже такие подарочные, здоровые. На флакон это такие прям кустарные, дешевые, пластиковые, он все разваливается. Жесть. Это магнит. Даже не могу открыть, какая сильная магнитная крышка здесь. А с другой стороны эти влаконы напоминают Король Неререр 211 VIP Умэн. Ну, хрень, короче. Ну и остался у нас, что у нас остался. Это тоже клон на все ароматы существующие. Это новые ароматы женские. Неплохие, кстати. Они такие вот многим понравились, но не мне. Такие все слащовые какие-то. На одно лицо. Но подача, конечно, прикольно не придумали, что такая заливуха. Мне кажется, это все стоит, ну, не кажется, а закупки где-то тысячи-полторы, наверное, тысячи. Это все арабщина дешевая. Ну и арматы, клавды, ну и набор, кстати, смотрите, за пять косарей можно со всеми арматами познакомиться. Увидели? Прикольно как. В набор еще можно купить. Сколько там у нас? Так, получается наборчик. Пять по семь. Ну, неплохо, я думаю. Женский клавды Нуи. Он набор, который продался в группе за 2 500 в моей в телеге, которая девочка здесь купила по этой цене. Выставил на авито, его никто не покупал ни за пять, ни за три. В итоге мы у меня за 2 500 выставили, но женщина забрала. Ну, потому что кто это будет покупать за такие цены, научу смеяться. Это жесть. Ну и клавды Нуи мужской, который похож на Крида Авентусу. Такой ценник 11. По-моему, на рандовыхе вам трешку стоит всего. Вот, если он стоит там трешку, то я говорю, закупка у них ну, тысячи, полторы тысячи. Но Эльдобатэ вот стоит такие свои цены, но не надо кормить сотрудников. Ничего с этим, ребят, не поделаешь. Поэтому сами выбирайте, где вам покупать, каких вам сотрудников кормить. Сотрудников Эльдобатэ либо сотрудников интернет-магазинов рандеву. Ну, что, прикольную книжку они сделали. Это купец. Эльдобатэ. Купец. Ну что ж, друзья, что-то я сильно затянул видео на целых 40 минут, поэтому, кто посмотрел от начала до конца, вы большие молодцы. Ставьте вот такой вот жирный парфюмерный, лайк. И, конечно же, подписывайтесь на YouTube-чик канал, с каким-то причинами подписаны. Бейте в колоду, чтобы не просто ходить на видео. Подписывайтесь, конечно же, на Telegram-канал. Ну и, друзья, напишите в комментах, как вам вот такая вот экскурсия, прогулка по магазину, что понравилось, что не понравилось, какими ароматами знакомы, с какими не знакомы, что вообще покупаете, не покупаете, вальдо-батте. Вообще, в целом, как вам? Вот. Здесь просто было такое, можно сказать, знакомство с какими-то новыми брендами, с новыми ароматами. По большей части, наверное, я хотел так, познакомиться с новыми брендами, с новыми ароматами, но по факту всего очень мало. Ничего такого прям нового, сверхъестественного я не увидел ничего у меня прям сильно не впечатлило и не задело. Ну, посмотрим, поживем, увидим, может быть в конце года что-нибудь будет поинтереснее, по новее, еще сделаю взять такое же видео, посмотрим, опять же цены, ну и впереди, наверное, примерно такой же выпуск сделаю из магазина L'Etoile и из магазина Rinkoge. Может быть там что-то есть поинтереснее, но в L'Etoile просто вот по секрету говорят, там вообще много кучи всяких брендов новых, но они вообще какие-то ноунейм, они там стоят копейки и мне даже не хочется их сильно там обозревать, вот, ну а тут Доши, я не знаю, что там происходит, надо идти глянуть. Ну все, ребята, всем пока, до встречи на канале. Всем привет, а это снова я. А как вы без меня? Ну Леша, давай спрашивай. Че, ну что вообще нового в L'Etoile и L'Etoile тебе что-то понравилось в последнее время? У меня вот второй день после отпуска на самом деле ничего не изменилось за неделю моего отсутствия. Какой бы вообще марку народу порекомендовал из последних, которые появились в сети L'Etoile и L'Etoile? Из последнего то, что появилось, вот, кстати, у нас в Нарциссу Родригес не было, его привезли. Вот его я сейчас часто советую. Угу, классный аромат, я согласен. Да. Ну и из арабской парфюмерии они все равно у нас считаются новинками. Их периодически предлагаешь, многим нравится. Ну а так, Диор. Почему Диор? Потому что пока есть наличие, ну, наш город маленький, золотого яблока нет в L'Etoile, этого нет, где-то еще брать, только у нас последняя возможность. Все? Все. Всем, пока-пока. У нас есть магазин Доботе. Да. Лав Парфан Он самый лучший парфюмерный герой. Лав Парфан Раскрывает все секреты. Он лучший блогер этой планеты. Я ввече. Продолжение следует...